итак друзья мои приветствую вас во второй части моего ролика о городке кшипице кто не смотрел его предыдущую часть обязательно зайдите и посмотрите это видео потому что я рассказываю днем и показываю центр городка это мистическую ситуацию в которую мы неожиданно попали поэтому обязательно загляните а сейчас я хочу вам показать улочку этого городка где живут обычные жители вот видите люди садят цветы есть асфальтированные хорошие без дыр дороги хорошие тротуары и это уже очень большой плюс для этого очень небольшого городка домики маленькие но зато чистые и опрятные а это уже хорошо свидетельствует о тех кто здесь проживает а мы с вами едем осмотреть следующий интересный пункт и этим пунктом является старинная к сожалению заброшенная синагога этого городка как видно по по зданию это синагога довольно таки впечатляющие на такой маленькая маленькая населенный пункт значит здесь проживала довольно таки большая еврейская община и вот что осталось от этой синагоги фактически почти ничего кроме стен просовываю камеру через решетку за решетку чтобы вам показать что же там внутри и как это все сейчас выглядит практически пола нету внутренних перегородок также остались только голые каменные стены которые как мы видим забиты досками наверное чтобы не снег не дождь сюда не проникали зимой и осенью но и стали делать какое-то перекрытие то есть будут наверное ремонтировать крышу вот так это выглядит все крыша прикрыта сейчас так но не очень впечатляюще можно сказать но если представить себе по тем временам наверное синагога была все таки такая солидная сейчас здесь вот какая-то информационная таблица но на ней ничего такого существенного нету как видите здесь есть такая дорога и там какие-то домики существуют но видно эта территория которую мы видим сейчас принадлежала синагоге потому что видите она не ухожена и заброшена вот так она выглядит сбоку к сожалению мне неизвестно какие планы по ее реконструкции но видно что то делают вот посмотрите еще я заметила на стене такой знак я его прочитать не умею а кто может обязательно пишите в комментариях чтобы это значило и что там написано как видите здание построено частично из кирпича а частично из камня который довольно популярный в этой местности из него много строит а следующий пункт нашей поездки это старое старое еврейское кладбище мы сюда к сожалению не смогли подъехать на машине пришлось ее оставить довольно таки далее и идти сюда уже пешком тропинка довольно узенькая и если бы им даже с трудом сюда подъехали то возможно не было бы даже как развернуть машину и нужно было бы давать задний ход вот здесь такая табличка написано на ней что находится здесь кладбище еврейское которое существовало до 1946 года также здесь написано что местная школа в рамках проекта следы прошлого как бы взяла шеста над этим кладбищем вот так она выглядит ну как старенькая заброшенная без без ограждения но было видно что раньше здесь было каменное ограждение видно она со временем его или уничтожили что-то с ним случилось здесь много деревьев поэтому тень и очень так прохладно и приятно может если можно сказать уютно в этом месте потому что обычно современное кладбище деревьев практически там нету и очень так неудобно когда санцепек а здесь так приятно обратите внимание что каждая табличка имеет свой номерной знак вот там где я снимаю вот здесь 346 видите довольно таки много этих табличек я не проверила сколько их вообще здесь находится но больше 300 это точно вот еще у входа находится мини памятник табличку уже видно сорвали на слетела ее прижали камнем вот но увидите памятник поставлю 2013 году и здесь написано что он посвящается памяти семей и лепшицу и зельцеров а также холокосту вот такой мини памятник и еще покажу вам что находится напротив кладбище видите такое кукурузное поле маленькая такая дорожка и вот это кладбище которое находится напротив я на этом буду завершать сегодняшний ролик мы уже едем дальше друзья мои надеюсь что видео вам понравилось смотрите обязательно и первую часть и остальные наши путешествия по польше хотя у меня не только путешествие поэтому заглядывайте и смотрите пользуйтесь обязательно оставляйте свои отзывы комментарии мне будет очень приятно пообщаться с вами а на этом друзья мои пока пока до новых встреч до новых встреч